Всем привет! Это уже седьмая серия моего прохождения на божестве дополнения Ryzenfall за Корею. В конце прошлой серии на Гильгамеша напало несколько наций, а так как я с ним в союзе, то получилось, что и на меня. Особенные проблемы у меня сейчас будут с Шотландией. Ну, будем смотреть. В любом случае, вот видите, тут можно наводить еще мышкой на этот ползунок и видеть, сколько ходов до конца эпохи осталось. Правда, слава богу, мне всего лишь одну очко надо набрать для нормального развития, так что меня это не особо беспокоит. Ну, у шотландца темные века на данный момент, поэтому, возможно, мне не стоит так сильно его бояться. Тем не менее, это будет неприятно. Он сейчас будет тут нападать, грабить. Даже, видите, рыцарь не убивается с первого удара, к сожалению. Так, давайте Кабул обстреливать. Да, Кабул, слава богу, берется. Я даже... Ну, я даже, наверное, обстреляю, пока не буду об... А, стоп, отсюда не обстреливать. Тогда надо апнуть и подходить. Так, а этот у нас будет в защите стоять. Сейчас мушкетеров вряд ли он сможет нормально. Так, вот это вот что за... Кон... Первая конная армия. Ни один торговый караван разграбили. К сожалению, может в Ахмадабад отправить. Блин, мало денег. Мало денег. Давайте в Патну отправим. Так, тут монумент завершен. Амбар, я думаю, не нужен. Вот, к этой водяной мельницу можно, потому что тут 3-2 риса и пшеница еще. Вильнюс, кстати, отступил, захватил моего рабочего и отступил. Ну, и фиксим. Не будем за ним пока бежать. Запретный город Чингисхан. И собрался для блаженного Чингисхана. Ну, в некотором смысле, так как в партии нету России, то можно считать Монголию преемницей России. Считайте, монголы захватили всю Россию. И... И вот. Так, я боюсь, что тут сейчас еще пару караванов нам разграбят. А еще... Скаут варварский сообщил варварам, что тут мои города, и сейчас ко мне еще варвары попрутся. В общем, начались у меня тут проблемы. Начались у меня проблемы. Маргарет Кавендиша, знаменитый грузинский писатель. Обратите внимание, за Грузию... Индия отправляет посла в Гонконг. Ну, тут не страшно. Нет, Вильнюс все-таки вернулся. Атаковать Каванджу. Принтам еще и рыцарь бежит. Четыре и большие. Четыре и большие. Четыре и большие. Четыре и большие будут уйти самостоятельно. Вот и вот все очень плохо. Давайте, может, уберем содержание и возьмем... Точнее, уберем торговую конфедерацию. Даже, даже строителей можно убрать. Во-первых, плюс шесть к боевой обороноспособности города и плюс к дальней атаке. Это первое. Второе. Какие-нибудь там Кавалерии Древнего Мира. Дальнего боя Средневековья. Просто думаю, хвачки мне строить или... Улучшать юниты мне сейчас пока не надо. Наверное, хвачки давайте. Так, сделаем. О, рыцарь умер. Хорошо. Здесь коник умер. Это вообще здорово. Так, ну... Город пока не берется. Я думаю, что следующим ходом мы его возьмем. Чоп. 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 Ч в мире. Чоп. так где тут дороги у грузии вот кстати этот цехе уникальные стены грузинские ну классно что можно на самом деле увидеть все что-то построено то есть амбар в грузии построен в городе монумент водяная мельница построена цехе прикольно сантенареву мир мы заключили так а когда я смогу с римом и шотландцам мир заключить 5 ходов а с чингисханом а с чингисханом уже можно может у меня денег даст он мне таз денег и даже 200 даст и может даже 300 даст хочу происходит чуть он так и золото вход даст может это глюк очередной ну 20 минут а это я ему даю блин что я туплю конечно он радостный что я ему деньги так куда да согласен сейчас бы сейчас бы я принял был вообще зашибись ну просто мир он готов заключить окей может какими-нибудь ресурсами обменяемся ой даже на это согласен ну здорово так давайте посольству кстати посольство в грузии посольство в индии посольство в бельгамеша так этот не хочет с этими со всеми войны ладно чингисхан милый парень оказался как ни странно так тут стоим в защите хвачку прокачиваем и ход заканчиваем сейчас фабрику я дострою в кван джу и можно стены даже какие-то военный лагерь можно организовать в сторону вильнюса тут что-то постоянно какие-то проблемы оттуда мне конечно не хотелось чтобы гильгамеша вынесли тоже милый парень он вообще как бы не никогда не отличается агрессивностью он дружит с теми кто кто не нападает его блин рыцари рима очень так ну а на сейчас кабул захвачу и побегу с рыцарями у нас и цити они окружают к этим мой город пытаются окружить в таком случае химия продвинулась потому что новый уровень союза кстати обратите внимание второй уровень союза с гильгамеша блин у меня города с одного выстрела убивают надо тут стены строить в кван джу чтобы чтобы они тоже так разведывательное управление это я получил шпиона и вероятность успеха всех шпионских операций повышается плюс один губернаторский титул здорово это здорово это нравится а когда я смогу а через два хода 20 производства при постройке зданий промышленной зоны в этом городе создание поселенцев в этом городе не уменьшает его население знаю оценитель но это я уже все принял пока не нужно будет космическая гонка но не сейчас ладно у виктора что юниты обороняющиеся на территории города и город невозможно взять в осаду давайте наверное виктора прокачаем пока я не думаю что он тут город прям так нападать аж будут ну и время захватывать кабул блин ну что не хватает не хватает как тупо здесь что нам строить промышленную зону не надо военный лагерь давайте всадника построим я вавилон требует этого всадника фиг знает сколько так а в этом городе все стены блин показывал же что убьет так шпиона давайте 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 у нас там по науке давайте к паунд мейкеру не знаю постою пока здесь так что у нас тут по городам рост есть тут производство тут рост есть два хода можно завершить будет так хочу тут такое маленькое девять три двенадцать три ну следующим отходом точно кабул упадет ну они же знали что я в союзе с гильгамешем зачем объявляли войну шотландец же видел что союз это что он строит такое тадж махал ну монгол видимо не любит тех у кого мало в саде ну мало юнитов кавалерийских верховых у кого мало верховых юнитов так рыцари тут не все грабят и кван джу в осаде сейчас я стены построю немножко попроще будет да ладно не построю новичьем построить стены построились отлично так этот сдох этот сдох захватываем кабул наконец да ладно вы утомили я вернусь хвачхой он не может мне убить рыцарем хвачху так задание вавилона выполнено давайте посмотрим что тут с лагерем ой блин пикинер против садника не очень удачно что в столице сделаем ну хвачки наверное строить надо раз я взял где там у меня же бонус я на хвачки взял да плюс 50 процентов преподковать анти кавалерийских фильм также юнитов ближнего и дальнего боя средневековья и возрождение так здесь военный лагерь я хочу вот здесь раскрыт потенциал стратегических ресурс ну в общем у меня в любом случае уже обычный у меня век будет все у меня грабят вольный город медиалан присоединился к шумерам отлично такте им надо подлый рыцарь подлый рим с вами еще рыцарь главный прибежал сволота такая что у меня с губернатором на один ход еще так смотрим ну шотландец ко мне не суется слава богу он похоже вон на шумера пошел и на так и посмотреть что там с армией шумеров все индусме индуизм свой если куда это он поселенцы ведет ставить как бы еще грузию с агитировать на шотландца напасть например сейчас рыцари куда-то побегут сажар вот этот крупнейший 15 граждан эти 15 граждан тоже дают плюс один качкал Эпохи Что-то тут шотландец прибегает Получает люлей Убегает По-моему музыка стала Громко играть Так Великого ученого и великого торговца Меркантилизм ускорили Да, вот где у нас чудеса природы Я помню только одно нашел Где оно? Вот тут Ну, две клетки тоже нормально Еее Так, все Моя империя достигла Максимального количества городов Город сохраняем, естественно Сначала источники находим, чтобы Побольше Вероятность успеха была Так, а здесь мы Получаем игрушку Чтобы счастье было Так, а этого ученого надо К этому чуду везти Нету вот Чтобы я видел Еще Вот, еще чудо Ну, тут одна клетка Изящная арка, кстати Тоже новое чудо Что дает Плюс две веры И одно золото С соседним клетком Ну, в принципе Очень даже может быть Неплохим Вариантом Военный лагерь завершен Давайте банк Наконец Потому что Это у нас финансист Тут универ построен Торговцем Построим А то мне одного разграбили Сволочи Монумент Производство Так Когда там Мир мы можем Заключить Два хода Ну, как вы понимаете Очень мне тут не нравится Воевать Тут все грабят Сейчас мне нужны будут Рабочие все это Восстанавливать Я бы через два хода Как открыл гуманизм Я бы тогда карточки убрал На эту войну Восстановил бы Экономику Блин, что тут все У Грузии все В юнитах Давайте глянем на Шумера Оу Походу Шумера выносят Очень и очень Жаль Армии у него нету Ну Я правда не вижу Чтобы у него города Какие-то брали Давайте посмотрим Что у него тут С городами Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Городов У него У него Тоже два хода И с шотландцами Два хода И с Римом Два хода Так Губернатора Надо Посадить Обратно В Клан Джу Исторический момент Нанят Великий человек То есть Найм Великого человека Дает Плюс один Качку эпохи В любом случае Кабул Побежден В Сеуле Можно дальше Пока не расти Может тут Специалистов Посадить Вот так Сделаем Так Тут рост Тут Нормально Тут рост Тем более Рост В столице Рост Переходы Ага Вот здесь Тоже Можно Спецов Посадить Сейчас будет Бегать Мне тут Всякие Районы Грабить Своими Рыцарями Гадкими Они Дают Свинину А я Даю Лошадей И гипс Я пока Откажусь Во-первых Я Я С ним Уже Свининой Торговал Я Не Уверен Что У нас Эта Торговля Закончилась Блин Еще Одного Мне Губернатора Вынесли Ну Ну Вот это Тупо Это Мне Не Нравится Абсолютно Вот эти Губернаторы Дают Очень Нехилый Бонус Они Очень Долго Возвращаются 10 Ходов Без Губернатора Что Это За Бред Одним Шпионом Можно Вот так Просто Вынести Губернатора Но Это Надо Править Либо Либо Это Опять Же Не Скалировано По Скорости Получается То есть Вот Смотрите Губернатор Возвращается В должность 5 Ходов 5 Ходов Он Хочет Уголь И Селитру За Вот Такие Деньги Может Ему Там Надо Для Апгрейда Кстати Ну Давайте Наверное Приму Я бы Хотел Чтоб Гильгамеш Там Отбивался Ну Вот Давайте Смотреть Губернатор На 7 Ходов Нейтрализован Потом Еще 5 Ходов Бутва То есть На 12 Ходов Тупо Нету Губернатора На 12 Ходов В чем Прикол Что Это За Прикол Ну, по идее, они тут не должны убить. Так. Хвачха завершена. Военный лагерь? Еще один. Например, вот тут, в эту сторону. Или вообще вот тут? Нет, вот тут мне что-то больше нравится. Тут военный лагерь тоже готов. Ремонтируем фабрику. Опять он бежит. Ага, шотландец решил на меня переключиться. Ну, я не думаю, что Сеул будет легкой добычей. В общем, не осталось только Нидерланды встретить. Еще один торговый путь разграблен. Ну, тут варвары постарались. Обычным шпионом можно нейтрализовать губернатора аж на 12 ходов. Тут либо проблема с количеством ходов, то есть их должно быть 6 хотя бы. Либо надо как-то усложнять нейтрализацию губернаторов. Офтфордский университет. Безусловно. Массажир. С наказами университет. Как разграбленные подъезды? Вот эти промоушены мне для рукопашных юнитов какие-то странные. Особенно залезать на утесы. Это настолько редко можно применять. Типа такая атака с моря. Так, рис. Военный лагерь завершен. Ну, банк. Давайте банк. Ремонтировать тут пока ничего не надо. Фабрика завершена. Университет. Здесь ремонтируем амбар. Так, надо в Кванжу купить... Просто купить строителя. Какие у меня тут караваны бегают. И надо к индусу отправить еще караван. Ну, например, из того же Кабула. Отправим караван. Просто здесь куплю тогда его. Вот это, конечно, сборище варваров. Тут уже очень напряжено. Прямо. О! Кстати, я этот шедевр засунул, да, вон, во дворце работает. А где Голландия? То есть это Перс, столица Голландии где? А, вообще в другом месте. 17 жителей в Амстердаме. В Персии 12. Ну видите, мы считаете, практически, вообще по центру карты у нас Гильгамеш оказался, вообще реально просто в центре. Прям вокруг все него и его никто не любит при этом. Ну классно. Если он согласится участвовать, то я тоже смогу бонусы получить на 20 ходов. Брят, очень я сомневаюсь, что он может Кабул Освободить В новое время вышел. Блин, так может мне тут еще на золотой век замахнуться? Три очка за три хода осталось набрать. Лаутара, Паундмейкер, наконец-то. И Роберт Брюс, Паундмейкер, ну Роберт Брюс, конечно, вряд ли что-то отсюда-сюда может сделать. Ой, вот сюда, что-то сделать. Но вот Лаутара с Паундмейкером, это прикольная война. Брюссель в осаде. Вот, ну лаутара цены. Брюссель в опыту. Лаутарь, убираем. Лаутара на фабрюссель. Брюссель в себе. Жадны, пару-чай after я не знаю шуточки и не знаю шуточки. Ну лаутарь. вот раз такое дело вильнюс попробовать взять больше тут ничего не разграбили 20 процентов производства в этом городе плюс одно производство за каждой рудникой каменоломню в городе ну не знаю 18 ходов долговато давайте банк пока или может лаборатория уже сразу чуть банк деньгами у меня вроде все более-менее так надо вообще вырываться по науке давайте тут на автомат поставлю скаута потому что я нашел все все нации да что конечно с этими варварами делать так во первых давайте попробуем заключить мир с римом и и с шотландцами не хочешь по рынке нам отдать не жаль но может все деньги вход даже какие-нибудь да даже денег готов заплатить круто так с шотландцем что готов ресурсы отдавать за мир вообще готов тут платить 400 готов а что такое случилось шотландец фигасе так хочет мир 800 уже не готов окей принимаю я получил какую-то ачивку экстендеда лайф бранч то есть оливковая ветвь видимо заключить мир сколько-то раз так теперь давайте смотреть новые кого я встретил вильгельмина основать посольство лично объявить дружбу конечно рановато что по сделкам пряности есть и есть и сахар есть но мне нечего ей дать а а а и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как-нибудь... Но он в войне с Шотландией, с Римом и с Монголией. В некотором смысле я его, конечно, бросил на произвол судьбы. Так, торговец завершен. Можно еще одного торговца построить. Дальше открываем... Может, в ракетостроение уже идти? Что тут? Надо наукой побеждать. Так, водяная мельница, ремонт. Так, блин, вот видите, вот... Невозможно нажать теперь на иконку города, чтобы нормально было. Продолжение следует... 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 Ну, я стал сюзереном Вавилона. Здорово. И, по идее, у меня сейчас шедевр должен приносить науку, да. Круто. Круто, круто, круто. Так, а здесь ничего не разграблено. Отлично. Так, а почему я не могу торговать с шумером? Интересно. Потому что война идет. Мне, кстати, надо исследовать индуса. Тут. То есть надо бы скаута... Давайте мы купим скаута. И отправим его города индуса исследовать. Так, строители... М-м-м... М-м-м... Чисто на культуру фильтр, и он показывает только культурный. Вот, могу я отправлять... К шумеру. К шумеру. так военный лагерь завершен стены наверно уже не буду строить давайте в лабораторию сразу так тут амбар салон конечно тут слишком тундра какая-то да тебе будет война с варварами надо с этим варварским лагерем разбираться прям в центре как отвратительно переполняет просто не нравится внезапно нидерланды которые на другом конце материка решили сообщить насколько я плохой какое нелепое предложение за ты мне нелепое предложение выдвинул сейчас мне караван еще один раз грабит каждый хочет теперь этот шедевр забрать тоже этому глюку фиг знает сколько лет когда они его решат уже надоело честно говоря а это была иконка золотого века тогда у индуса ясненько ничего не разграбили караван в эту сторону сейчас переметнулись у меня тут хвачки стоят может все таки стены построить давайте стали варенье этот не скоро выйду стали варенье дает стены везде поэтому пожалуй быстренько тут древние стены за один ход организую а так они сейчас прямо и построиться кстати здорово так водяная мельница давайте амбар продолжим лабораторию так в кван джу переброшу 84 процента потому что у меня ну шпионское здание в этом в площадь на площади правительственной построена построена ну походу я сейчас вот на халяву получу в итоге 800 золота и плюс 2 торговых с городами государствами то есть то что о тут даже четыре клетки их вау это я круто сюда пришел так я сейчас получу сейчас дофига науки получу кстати то вон еще отчасти слайд авиацию открыл паровой двигатель следующим ходом открываю потом у меня останется радио 5 ходов и краке достроение 5 ходов и идем в научную поведу собственно еще никто я помню обычно когда играешь на божестве ты там отстаешь еще даже в химию не вышел а уже кто-то начать космопорт строить здесь явно я доминирую по науке да тут у кого-то больше есть типа 35 но я не изучаю дешевые техи я чисто вот иду прямиком в космопорт у меня все научные ггшки дают максимальный бонус вот антиохию надо прокачать я просто банка нету ненучше есть не не всех нет блин плачку убили я ну подправить мушкетеров конечно очень неприятно так вот теперь я бы хотел посчитать так во первых тут убираем вот это все я не буду считать что бонусы соседствовали кампуса я это оставлю и добавлю еще плюс вот дополнительная наука ну и от торговых путей наверно золото от зданий в коммерческом блин наверно у меня все таки вот это это дополнительное золото так сколько у меня сейчас науки 191 ну-ка так подождите денег 70 219 то есть я 30 науки практически сверху получил денег не так много так золотой век у мапучи у кри у монголии а темные века у трояна и перса ну я постоянно вот в обычном веке держусь что возьмем открытый континент не надо каждый успешный проложен торговый путь вот это можно взять каждое построенное здание промышленной эры или поздней более поздней эпохи давайте наверно пульс паровой машины возьмем каждый уничтоженный в бою корпус это вряд ли а и 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 надо я почему пошел надо города индуса открывать чтобы к нему больше посылать караванов чтобы они там дороже были так второй уровень с чандрапутрой каждый из ваших районов производит дополнительные очки великого великих людей за ход если из этого города проложен торговый путь к вашему союзнику откуда у меня проложены города к индусу кинджу кван джу и кабул вот кинджу и кван джу явно очки великих людей дополнительные производят 21 очко 1221 ну шумера вообще 0 то есть на как это есть кто-нибудь кто больше меня очков великих ученых нет никого ну я пока не вижу что мим тут может победить помешать победить на уху на самом деле у меня тут все очень хорошо построите 7 разных спец районов но вот строительная инженерия конечно нужно так давайте посмотрим сколько мы мы построили научный правительственной площадь это два коммерческий три военный 4 промышленный 5 то есть нам бы еще театральный и аэродром например где-нибудь чтобы ускорить создание так водяная мельница ну тут в принципе есть пшеница поэтому водяную мельницу вполне можно построить за один ход так новые задания пошли губернатор занял свое место какие задания вавилон промышленная зона гавань 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 ну как я могу создать гавань опять аквапарк не гавань не аквапарк и нигде не могу создать постами города не стоят на воде аквапарк это типа аналог развлекательной зоны на воде такой кстати можно было бы вообще все практически всех районов делать какой-нибудь аналог и на воде тоже чтобы он был боюсь мне этого всадника могут убить на самом деле так промышленная эра вашу слабость и глупость считает меня милитаристом да серьезно это так смешно против компьютера игра я один раз захватил одного одну гэшку и я уже милитарист очень странно все как всегда так мне надо набрать 99 очков для обычного века но мы сейчас в промышленной эре в промышленной эре только перешли и на этом я думаю эту серию я закончу спасибо что смотрели думаю продолжение опять же будет скорости играйте в умные игры не забудьте заглянуть на console war.ru всем пока спасибо что досмотрели до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы досмотрели до конца видимо новом понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на на этом все играйте в умные игры